Содействие занятости. Так назван федеральный проект национального проекта демография, в рамках которого уже не первый год проходит профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан. Всем желающим помогают службе занятости населения. Эта программа действует с 2021 года. Она ориентирована на граждан предпенсионного возраста 50+, мамочки, находящиеся в декретном отпуске, мамочки, которые не состоят в трудовых отношениях, это до 7 лет, и молодые люди до 35 лет. Там тоже очень много подкатегорий разных. Специальности в основном все современные. Конечно, есть и рабочая профессия, и современные. Удобно еще тем, что каждая специальность, она здесь расшифровывается. Кто обучает, как обучает. Обучение можно пройти в удобном формате, очном или дистанционном. Его длительность составит не более нескольких месяцев. На сегодняшний день желание пройти профобучение в рамках НАСПроекта изъявили десятки жителей района самого разного возраста. Я узнала это все с просторах интернета, так сказать, и узнала вот об этом, что есть обучение, подала заявку. Конечно, у меня с первого раза это не получилось. Мне сразу перезвонили с центра занятости, и, ну, попробовали выбрать другую категорию, так сказать, и все получилось. Выбирала на булгарский учет. Вот. Ну, в итоге не получилось. Сейчас на другое направление. Государственное и муниципальное управление. В рамках мероприятия граждане могут повысить квалификацию по имеющейся профессии или специальности, а также пройти переподготовку в целях смены трудовой деятельности. Обучение осуществляется для граждан бесплатно. Полный список направлений можно найти на сайте Работа России. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».